Большое спасибо, господин президент, за такую привилегию. Я постараюсь разделить с вами некоторые размышления по поводу основных данных, которые характеризовали поведение глобальной экономики до кризиса 2007-2008 года, и которое, как ни парадоксально, продолжает характеризовать и в последующие годы. И вот эти основные данные – это постоянное увеличение глобальной задолженности продвинутых стран, развитых стран, а также и развивающихся стран. И я имею в виду госзадолженность разных стран на местном и национальном уровне, и задолженность семей, нефинансовых компаний, ну и экономики как таковой. Между 2000 и 2007 годом глобальная задолженность увеличилась по эталону, который институт МакКинсли учитывает в 40 главных странах, увеличился на 63%. Это много. И в частности, увеличился в ритме почти 10% в год, извиняюсь, 6% госзадолженность. Тогда как задолженность семей и финансовых институтов удваивалась. Так что это была задолженность частного сектора, которая увеличилась очень быстро. Экономика продолжала расти благодаря этой задолженности. Немцы, которые считают задолженность для задолженности и вины, используют одно и то же слово. Наверное, много чего хотели бы сказать с этической точки зрения о приемлемости такой модели. В 2008-2009 году эта модель взорвалась, особенно в тех странах, где она больше всего и проявлялась как тенденция. И вот мы все заявили, ничего больше не будет как прежде. Регуляторы должны измениться, изменить способ использования управления экономикой, то есть правила. А далее, если посмотреть, что произошло на протяжении последующих 6-7 лет, у нас есть глобальные данные, задолженность выросла дополнительно на 40%, но с одним особым различием, которому причастно экономическое мышление, включая главное западное мышление. А именно, такая характеристика, что мир постарался управлять кризисом и выходом из кризиса там, где этого удалось, в Италии гораздо меньше, например, в Соединенных Штатах гораздо лучше и больше, увеличивая госзадолженность. Итак, госзадолженность выросла в двукратном размере, то есть удваивалась ежегодно. И тогда, как в некоторых странах, таких как Соединенные Штаты, Ирландия и несколько других, но немного, задолженность семей сократилась. Но в общей сложности задолженность очень увеличилась. И это касается также и развивающихся стран. Это также и касается КНР. В КНР это вообще в четверо увеличилось. Нет, как бы, достоверных данных, но вот такое ощущение. И это тесно связано с западными финансовыми институтами. А следовательно, стабильность Китая входит в интересы не только китайцев, но и всего остального мира. Есть такой момент, пункт, который немножко беспокоит в смысле нашей способности понимать сегодняшние реалии и, соответственно, находить адекватное решение. А именно, что госзадолженность не принадлежит везде всяким государственным облигациям, а вернее, эти облигации не принадлежат одним и тем же категориям. Некоторые страны, которые выпускают валюту Соединенные Штаты, в частности Япония, Соединенное Королевство, в руках центробанков в своей существенной части в государственной казне этих стран. И, таким образом, госзадолженность нет в руках третьих лиц относительно внутреннего валового продукта этих стран гораздо менее существенной. В Италии это не происходит. В Европе это происходит, но мало. Хотя, квантитатив-изинг Евроцентробанка, который организовал Евроцентробанк, хотя с опозданием по сравнению с упомянутыми странами, преследует немножко тот же самый путь. Но преследует его, будучи связанными своей денежной валютой и своими определенными обязательствами, без, мне кажется, правильного убеждения, что госзадолженность у них гораздо ниже, чем в других странах. Это означает, что тогда, как другие страны, увеличивая эту задолженность, стали вновь расти, посмотрим, насколько это на самом деле приемлемо. Но Европа не растет, а Италия еще меньше остальных. Да и вообще, в общем, Европа вместе взятая, растет очень мало. И, подходя к заключению, поскольку мы должны были говорить о финансах, так что вот какова моя макрокартина. Так вот, в рамках этой макрокартины существует коренное изменение вида регулятора, то бишь Центробанков. Вплоть до 2008 года Центробанки, как в рамках европейской системы Евроцентробанка, так и Центробанк Соединенных Штатов, Соединенные Королевства и так далее, считали, что банковская система должна была обладать собственными сдержанными капиталами, чтобы тем самым можно было их лучше вознаградить путем той прибыли, которую мы получали благодаря финансам. С тех пор и по сей день, и это особо подчеркивается и стрессирует итальянскую банковскую систему, тенденция из года в год такова. То есть повышается планка, банковская система, а это основополагающая инфраструктура всех экономик из покон веков, то есть это артериальная система, благодаря которой кровь циркулирует во всех наших обществах. Ей требуется все больше и больше собственные капиталы. Но поскольку мы находимся в эпоху процентов, которые приближаются к нулевому, то коммерческий кредит, благодаря которому банки должны быть полезными всем остальным экономикам, не дает никакой маржи, благодаря которой можно было бы придать прибыль. То есть мы постепенно завинчиваемся, закручиваемся на этом убеждении. И вот в таком контексте, мне кажется, что международные отношения, которые можно учредить между системами, в смысле между странами, между системами крупных компаний, выходя из этого угла, могут предложить бензин, горючее, чтобы вновь привести в действие наши машины. В обратном случае, если... И это то, что происходит практически везде. Если сокращается уровень раскрытия реальных экономик, я вижу, что трансатлантический договор интерпретируется, к примеру, в России, как попытка Соединенных Штатов привлечь к себе Европу в антироссийском или в антикитайском ключе, так вот мы должны выйти из этих схем и думать, что договора и вот эти свободные обмены необходимо поддерживать и развивать как по направлению к востоку, так и по направлению к западу. Поскольку там, где проходит, как когда-то говорилось, где проходит сливочное масло, не проходят пушки. И вот этот макро, особый макро-регион мира, то есть Европа, может вновь найти силы, чтобы исполнять свою собственную роль. Спасибо. Я позволю себе задать вопрос. Но сначала интерпретация. Фактически, если ставка близка к нулю, то капитал не воспроизводится. Поднять ставку, о чем много говорят, тоже нельзя при таком объеме долга. И у меня вопрос, что за счет какого ресурса тогда будет происходить обновление экономики? Что будет инвестиционным ресурсом? Ну, как вы знаете, инновацией, как бы, инновациями реководит наука, технология, предлагая новые решения. Ну, рассматривать развитие экономики только с точки зрения ставки процентной, мне кажется, абсолютно недостаточно. Потому что воспроизведение дохода предприятиями реальным сектором экономики, скажем, банки уже и так получают очень мало. В Германии ставка практически отрицательная. Как защищается финансовая система в этих условиях? Защищается новыми финансовыми операциями. То есть, вкладываясь в высоко рискованные активы, но при этом это активы, которые более высокую прибыль могут обеспечить. Как бы там ни было, мы остаемся заложниками той схемы, которая и породила сложности 2006-2007 года. Кризис в некоторых странах, да, но в США мы наблюдаем рост. Тем не менее, проблема долго существует. Он висит, как дамоклов меч. И вот этот долг никак не удается радикальным образом сократить. Вот прибыль, которая приводит к возобновлению капиталов, он или из финансовой системы, она может прийти, или из реальной экономики, или от торговли. Может зарабатывать банк Goldman Sachs, но может и корпорация General Motors. И возможно, скажем, Goldman Sachs зарабатывает больше, чем General Motors.